ребят вот посмотрите аквариум черкассах сколько там два или три месяца спустя три месяца спустя посмотрите какая красота хотел бы вот такую хрень отрастить у себя в аквариуме не получилось бы а тут просто я обалдею посмотрите здесь не видно ни черта не мы просто балдею вот там вверху вообще огонь ну а консиструсы конечно все это сожрут и очень быстро я сейчас муть подняла грунт добавлял еще 25 литров а так вообще смотрится просто а а а а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, всем привет! Рад вас снова видеть на канале. И, наконец-то, я, друзья, озвучиваю вторую и последнюю часть видео о строительстве и обустройстве аквариума в городе Черкассы. В общем, ребят, смотрите. Ну, вот в данный момент мы запускаем рыбку в аквариум. И уже как бы все... Видите сами, что водичка чистенькая, все уже светленькое и так далее. Но на самом-то деле по приезду в Черкассы мы начали совсем не с того, что мы запускали в аквариум рыбу. А мы начали с того, что мы смонтировали освещение для аквариума, о чем я чуть дальше в видео расскажу, и навели порядок в тумбе. Ну, раз уже я показываю вам рыбку, которую мы привезли сегодня, собственно, давайте я несколько слов о ней расскажу. Так вот, ребят, в самом начале видео я говорил вам о том, что вот такие вот обрастания на корягах хотел бы даже у себя в аквариуме вырастить, не получилось бы. А здесь вот сами видите, какая красота. Ну, реально вживую все это выглядело очень круто. Я бы сказал, что очень и очень биотопно. Вот если бы к этой картинке добавить еще немножко коряг поверху, для того, чтобы были такие густые заросли, точнее густые ветви, и через них просвечивался свет сверху, и вот эти вот все обрастания, ну, выглядело бы просто нереально круто. Ну, а так, конечно же, владелец аквариума захотел, чтобы в нем было больше пространства, чтобы было светлее и больше места для рыб. Мы сделали, конечно, все по пожеланию клиента. Итак, ребят, кого же мы сегодня привезли в этот аквариум? Основным населением данного аквариума будет три вида геофагусов. То есть это Акорихтис Хекеля, это геофагус Ваймиллера и биотодома Купида или Купидо. Вот поправьте меня, если я неправильно называю название. Вот этих три вида геофагусов, это будет основное население. Но кроме них, в этот аквариум мы еще подселили стайку коридоросов, штучек 20-30 анциструсов. Вот, как вы видите, несколько скалярий. Ну, и еще, кроме этого, мы поселили сюда несколько эльсамов, 191 и 124, а также небольшую стайку барбусов Денисона, по-моему, там 4 или 5 штук, и стайку из 3 или 4 лепариносов Афиниса. Собственно, это все население должно себя достаточно комфортно чувствовать в таком объеме. Ну, хотя, в принципе, если честно, объем-то и небольшой, литров 700 всего-то. Но аквариум очень длинный, 3 метра, и поэтому рыбе будет достаточно места, потому что здесь есть и открытые участки для плавания, и, собственно, есть места, где можно спрятаться, уединиться, либо там с самочкой позаигрывать. Ну, как-то так. Насчет с самочкой позаигрывать, это я, конечно, пошутил. Хотя, ребят, если честно, вам скажу, что при том населении и том качестве воды, которая есть в Черкассах, и при этой системе фильтрации, и с количеством укрытий, эта рыбка, если даже не вся, то какая-то ее часть вполне может нереститься в этом аквариуме самосевом, я думаю. Так что подождем, пока рыбка достигнет половой зрелости, и там дальше будет видно. Так, и еще несколько слов насчет самой рыбы, ребят. Смотрите, вот эти вот биотодома купида, вайнмиллеры и аккоритицы хекеля, это, ребята, все дикари. Покупалась эта рыба, точнее, заказывалась эта рыба из-за границы. Я на нее около месяца ждал, пока она приедет, для того, чтобы вся эта рыба сочно и хорошо прокрасилась в процессе изросления. Вы знаете, был у меня опыт, несколько раз заказывал я рыбу из Азии подобного формата, даже брал некоторых геофагусов разбодных. Хочу вам сразу сказать, что получается совсем не та рыба на выходе. То есть, конечно же, можно купить рыбку дешевле, но по окрасу рыба совсем получается не та. Если помните, я говорил, что сюда были еще подсажены эльсамы, эти ребята тоже приехали из природного ареала своего обитания. Ну, а остальная рыба, типа анциструсы, коридоросы, это все наш украинский развод. То есть, я брал их уже здесь по месту. Единственное, что барбусы Денисона тоже приехали к нам из-за границы, но эти, правда, приехали из Индонезии, если я не ошибаюсь. В данный момент, та рыба, на которую вы смотрите, конечно же, она выглядит бледненько, но, во-первых, там максимальный размер всего 5-6 сантиметров, а во-вторых, конечно же, она выглядит пока что бледненько, потому что малыши, да и приехали в стрессе все. Но скажу я вам, ребята, что чем дольше я наблюдал за этим аквариумом, а наблюдал я достаточно долго, потому что хотелось поймать сочный кадр. Я постоянно снимал видео и постоянно наблюдал через объектив за рыбой. Вы знаете, что чем дольше я наблюдал, тем больше я замечал, что рыбка осваивается, проявляет интерес друг к другу, начинаются разборки за территорию, проявляет интерес к каких-то там коряшкам, камням. Анциструсы, кстати, активно сразу взялись за работу, полировали веточки, то есть обгрызали вот эти вот все вот налеты. И то все. И самое главное, я вам хочу сказать, что вот действительно получился такой аквариум, я даже не ожидал этого, но получилось так, что вот куда ни заглянешь, кругом жизнь, кругом кто-то что-то делает, чем-то занятый. Там какой-то геофагус роет ямку, там анциструсы веточку обгрызает, там кто-то делит между собой территорию. Ну, в общем, получилась настолько классная картинка, ребят, что это даже, ну вот передать словами, это нереально. А если учесть, что длина аквариума 3 метра, получается, куда ни заглянешь, кругом что-то вот по-другому. Ну, то есть получилось очень даже круто, очень и очень круто, ребят, ну на самом-то деле. Так, что еще? Знаете, что еще хотел, ребят, сказать? Вот в прошлой части я благодарил всех тех людей, которые помогали мне в подборе оборудования, в подборе декораций под этот аквариум. Но я забыл поблагодарить самого главного человека, без участия которого этот проект был бы невозможный. Я бы хотел поблагодарить владельца аквариума за то, что обратился ко мне за помощью с этим проектом. И вообще, честно говоря, мне очень было приятно познакомиться с этим человеком. Так что, Виталий, я тебе выношу огромную благодарность от своего имени и от имени всех подписчиков канала Amazonian Dream за то, что ты дал возможность поработать с этим проектом и, собственно, снять все это, показать людям уже вживую, как это все выглядит. Даст Бог, все рыбки будут живы-здоровы, и этот аквариум будет тебя с каждым днем все больше и больше радовать. И еще, ребята, кроме владельца аквариума, я бы хотел выразить отдельную благодарность Андрею, своему другу, человеку, который мне очень сильно помогает в последнее время и в аквариумном сарайчике, и, собственно, с этим проектом в частности. Андрюха, тебе тоже огромное спасибо от всех подписчиков канала Amazonian Dream и от меня в частности, потому что, ну, без тебя, ты сам прекрасно знаешь, все это ты видел и прекрасно понимаешь, что без тебя мне было бы очень и очень тяжело все это сделать. Вот смотрите, вы сами прекрасно видите, что водичка в аквариуме чистая, все камни чистые, нет никаких водорослей, а все эти обрастания на корягах это не что иное, как выделение самих коряг. То есть, коряги сюда были поставлены необработанными и, собственно, конечно же, у них внутри происходят некоторые процессы там и гниения и так далее. И это нормальный порядок вещей, ребят. Честно вам скажу, мне очень сильно жаль, что вот это все ушло. Конечно же, часть отгрызли анциструсы, часть общипала рыба, и это все плавало по аквариуму. Виталию приходилось что-то вручную убирать механически из аквариума, что-то ушло в самп, и потом уже из губки вычистилось. Но к следующему нашему приезду этого всего уже не было. Аквариум выглядел чистеньким, вылизанным, анциструсы все коряги отполировали. И то, что мы делали дальше, вот в следующий приезд, вы посмотрите чуть дальше в видео. А сейчас я еще хотел несколько слов рассказать вам о начинке, то есть о самой тумбе. Я уже так вскользь рассказывал в прошлой части, из чего состоит система фильтрации, и как она работает. Но в сегодняшнем видео я хотел бы более детально все это раскрыть. И еще хочу вам сказать несколько слов об освещении этого аквариума. Заметили, что освещение поменялось? Ну так вот, ребят, освещение здесь сделано достаточно сложное и на все случаи жизни, что ли. То есть, как Андрюх подсказывал, за кадром под настроение. То есть, здесь поставлено 6 30-ваттных прожекторов и плюс 2 лампы Salvini AgroLux для того, чтобы усилить окрас рыбы. Вот как раз вы сейчас на них и смотрите. Это как раз и есть Salvini AgroLux. А вот сверху 2 навесных плафона, в которых установлены 6 прожекторов. Прожекторы можно включать попарно 2, 4, либо 6, для того, чтобы максимально осветить аквариум, каждый участочек, для того, чтобы было много-много-много света. Ну, к примеру, вот в солнечный день, когда вот день действительно солнечный, солнышко светит в окно, тогда можно включить больше света для того, чтобы было хорошо, различима рыбка в аквариуме и так далее. В остальном же вечером можно включать просто 2 прожектора, либо вот эти вот 2 лампы Salvini и рыбку прекрасно видно. И вы знаете, что еще хотел вам сказать. Вот для того, чтобы установить нам вот эти Salvini лампы, мы их ставили над, получается, ребрами жесткости в самом аквариуме. И для того, чтобы их туда установить, нам пришлось сделать двойные покровные стекла. Первое покровное стекло для того, чтобы оградить попадание влаги, брызг воды и так далее на саму лампу. Ну, а второе покровное стекло для того, чтобы получается, сверху на лампу ничего там не упало и ничего не попало. Вот, как-то так. В итоге получилась очень, ребята, здоровски крутая картинка, потому что вот именно вот эти вот подвесные светильники с прожектором дали такой эффект бликов волн на воде, точнее, на песчаном дне, и вживую картинка выглядит просто сногсшибательно. Потом было много недоработок, и первое, что мы сделали, это мы сделали освещение в тумбе, поубирали, насколько это было возможно, все кабеля, шнуры и провода. Кроме этого, мы поменяли картридж на протоку и он на обменную смолу, заменили ее на угольный картридж, который, в принципе, который будет убирать пестициды из воды, если таковые будут в водопроводе. Кроме этого, мы поставили запорные экраны на внешний, который работает у нас на механику, для того, чтобы было его комфортно обслуживать. Какая же система жизнеобеспечения работает в этом аквариуме? Ну, смотрите, ребят, в любом случае, для того, чтобы получить кристально чистую воду, кроме сампа, вам все равно придется ставить внешний фильтр. Тем более, что аквариум достаточно небольшой и население в нем достаточно плотное. Конечно, та рыба, которая плавает здесь сейчас, это все еще малыши. Чуть дальше в видео вы увидите, как эти малыши подросли за 3 месяца в этом объеме. Но, собственно, речь идет о чем? Речь идет о механической фильтрации. И для того, чтобы водичка была постоянно чистой, для этого мы поставили внешние фильтры Хэйм 2260. По моему мнению, я считаю его лучшим фильтром на механику. Он очень прост. И если у вас будет желание, я по нему, вообще, по серии классика Хэйма, я сниму отдельное видео. Относительно самого сампо я уже рассказывал. Здесь загружено, точно уже не помню, врать не буду, то ли 80, то ли 100 литров лавы. На механику, на предварительную очистку воды поставлены крупнопористая губка JBL и синтопоновый мат. Для протоки мы поменяли картридж с ионообменной смолой на картридж с активированным углем по той лишь причине, что я увидел то, что нет смысла убирать железо из воды. Тем более, что в данный момент в аквариуме растений нет, а тот процент железа, который присутствует в воде, он не повредит ни рыбкам, ни тем растениям, которые здесь будут находиться в будущем. Поэтому мы поставили картридж с активированным углем для того, чтобы если вдруг в водопроводе появятся какие-то химические элементы, в частности, например, пестициды и так далее, которые смываются из полей и попадают в водопровод, для того, чтобы это все убиралось тем же самым активированным углем. Весь сам работает с компрессором Эхейм двухканальным, который выдает 1000 литров в час воздуха и, собственно, сами распылители, как вы видите, установлены на переливах. На переливах же установлены и обогреватели, которые подогревают воду. И, кстати, насчет обогревателей, вот здесь я поставил, принял решение, я хотел брать более мощные обогреватели, но поставил два Эхеймовских обогревателя по 300 ватт и они прекрасно справляются со своей задачей. Тем более, что этот аквариум находится на офисе, в офисном помещении и здесь не всегда, далеко не всегда тепло. То есть, вот весной и осенью здесь достаточно прохладно. И вот эти обогреватели вполне справляются со своей работой, учитывая то, что здесь еще постоянная проток. Что ж, ребят, в принципе, на этом наш визит и закончился. Опять же, прошло буквально минут 15 видео, а мы на все это потратили целый, ребята, день. С самого утра где-то часов с 8 и где-то до 6 вечера мы ползали возле этого аквариума. Что ж, в итоге в самом конце мы понаблюдали еще немножко за рыбкой, полюбовались, позаглядали под камушки, коряшки. Было очень интересно посмотреть, как рыбка обживает новые просторы. В процессе всего этого мы дали несколько практических рекомендаций владельцу аквариума. Объяснили принцип работы сам, пообъяснили как его обслуживать, объяснили какие могут быть нюансы и как с этим всем обращаться. В общем, потихоньку собрали свои все вещи, инструменты и отправились ребят домой. И буквально через несколько минут, точнее, через несколько секунд вы увидите все то, что я делал, приехав опять же к этому аквариуму спустя еще три месяца. Так что не переключайтесь. по-русски, это ребята днепр красавец днепр украшения украины ну а это друзья то рыбка которую я по приезду увидел аквариуме посмотрите как выросли окрасились наши красавцы в общем ребятушки я не стал снимать процесс обслуживания сам по процесс обслуживания внешнего фильтра конечно же по приезду я все это делал и вы даже можете увидеть и некоторую муть в сам пи и собственно самом аквариуме немножко такая плавает белесая муть но это все следствие обслуживания аквариума в общем по приезду я установил еще аварийный компрессор который работает на случай отключения электричества обслужил внешник почистил при фильтры в сампе вот что было еще добавлено было добавлен электронный градусник электронный термометр потому что было неудобно измерять температуру обычным градусником сампе там заглядывать было не неудобно добавил ребят как вы видите растений но об этом я чуть дальше расскажу видео и в общем как бы на этом закончилось все обслуживание но вы знаете еще я вот забыл упомянуть о том что в этом аквариуме установлен ультрафиолетовый стерилизатор для чего спросите вы здесь уфа если но здесь нет без чешуйчатой рыбы ребят на самом деле все просто владелец аквариума аквариумист без опыта и и конечно же ему свойственно будет и он перекармливал по любому рыбку и свойственно будет и в дальнейшем перекармливать рыбку потому что всегда хочется покормить рыбку когда они так активно кушает и конечно же все сами прекрасно понимаете что все несъеденные остатки корма чреваты тем что в аквариуме повышается бактериальный фон получается взвесь получается муть белесая муть и могут вспыхнуть водоросли и так дальше и вот для этого всего чтобы этого всего избежать я установил ультрафиолетовый стерилизатор который будет держать в тонусе постоянно стабильный бактериальный фон он здесь работает постоянно без отключений и как вы можете видеть в принципе вода прекрасно рыбка растет всем хорошо я делал замеры параметров воды параметры воды идеальны то есть ну как бы все прекрасно все хорошо значит я еще упоминал о том что я установил здесь компрессор на случай отключения электричества потому что аквариум находится на офисе и бывает такое что отключает электричество бывает даже такое что его отключают на достаточно длительный период и собственно мы заложили распылители под лаву еще изначально когда только собирали сам поставили туда обратные клапана чтобы не дай бог вода через эти шланги не потекла и уже вот в этот момент когда я приехал третий раз я установил компрессор подключил его настроил и показал виталию каким пользоваться ну в общем как он работает я думаю вы все знаете вы все смотрели видео на канале для тех кто не знает вы всегда можете пройти посмотреть этот компрессор нашего производства и он автоматически заряжается он включается только тогда когда отключается электричество и собственно выключается когда электричество включается ну как то так в общем от этого компрессора одна трубка один шланг заведен непосредственно в аквариум для того чтобы обогащать воздухом аквариум когда отключат электричество ну а второй второй шланг заведен под наполнители с лавой в общем ребят та рыба которую вы сейчас видите это конечно же еще не предел красоты но посмотрите как они уже окрасили насколько они подросли насколько они активны и насколько они хорошо себя здесь чувствуют а это самое главное не правда ли в общем мы это где-то процентов 60 от того размера и того окраса который эта рыба должна набрать в процессе взросления сейчас этой рыбки где-то месяцев шесть-семь ну полный окрас вот того того же окорихтиса можно будет увидеть где-то ну в полтора-два года на именно тогда когда рыбка уже начнет проявлять интерес самцы к самкам то есть нерест вот тогда вот рыбка это реально окраситься по желанию клиента как вы уже заметили как я уже говорил я добавил в этот аквариум немножко зелени потому что коряк честно говоря маловато и аквариум немножко выглядел не то чтобы унылым но чего-то в нем не хватало собственно я у меня есть группа фейсбук и называется она птичий рынок онлайн и вы всегда можете зайти в нее по ссылке в описании и в этой группе я нашел объявление человек выставил объявление о продаже анубисов собственно там я их и приобрел процесс прикрепления корягам я думаю ни у кого не составит труда я просто взял обычную садовую проволоку она такая в пластике таком и в общем с помощью этой проволоки я прикрутил анубисы коряшкам так как я хотел это видеть то что получилось на выходе какая получилась картинка вы можете видеть сами без моих рассказов я думаю что получилось ну лично по моему мнению получилось достаточно красиво это как бы мое мнение а конечный итог конечно же судить вам ребята если видео понравилось оцените его лайком если нет конечно же дизлайком подписывайтесь на канал ребят по традиции всем вам желаю добра удачи здоровья вам и вашим питомцам всем пока ребят и до новых встреч а и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok